Как ты думаешь, над чем шутить категорически нельзя, а над чем можно? О политике, наверное. Почему? Политике, это уже называется не КВН, а стендап. Степа старше Ани всего на год и один день. С ранних лет они покоряют сцену и осваивают искусство писать юмор. Вдвоем играют в краевой детской лиге КВН. Команда «Семейка» появилась благодаря стараниям Ксении Олеговны, любимой тети Ксюши. Ну, эта идея у меня на самом деле появилась очень давно, потому что Лиге 7 лет, и я буквально их с самого раннего детского возраста так думаю. А как, насколько им интересно это будет? Ну, как бы, естественно, там подождала время, пока подрастут ребята, чтобы им попроще было и на сцене, и шутки писать в дальнейшем. Предложила, и меня очень радует, что им интересно. Самое главное для меня, что детям интересно. Физрук решил сэкономить и купил иментарь подешевле? Это по вашему гире? Молодой человек, в чем дело? А козел ваш? Что не так? Да через него прежде чем перепрыгнуть, сначала догнать надо. Первый редакционный состав детской лиги или юниорки – команда, в которой раньше играла и сама Ксюша. Если тетя открыла талант в себе, то и племянникам его не избежать. Как оказалось, карьера юмориста начинается с самых искренних и серьезных обещаний. Ты что делала? Шутки писала. Зачем? В КВН играть буду. Я вообще почти что не помнила про это видео, пока мне Ксюша его не показала. В сумме семейка играет в КВН уже четвертый год. Предыдущие они пропустили, сделали передышку, чтобы найти вдохновение. С этого года ребята стали сами писать юмор. Раньше заучивали шутки из архивов тети. Для меня, честно, это логика. То есть это история не про вдохновение. Это история про то, что нужно написать шутки, ты садишься и пишешь шутки, потому что у тебя есть в голове некая структура, как они вообще в принципе пишутся. Таймер ставим на 10 минут. Три круга на мозговой штурм. В шутке должен быть слом ожиданий, когда зритель оказывается обманут. Так учит Ксюша. А меня в универе обзывали глупой, потому что я блондинка. Но ты же не блондинка. А я тогда красилась зачем. Да глупая была. В общество знаний, знаете, что мне нравится? Определение. То, что трус, собственно, только человеку. Что для меня звучит очень странно. Ведь у нас гигантская вселенная, это уже определенно путано на понятия. Дети считают, что характеры и чувства юмора у них разные. Степа силен в точных науках. Аня – девичьей чуткостью. Дуэт запоминающийся. А Степа – мой старший брат, но мне приходится брать важные вопросы на контроль. Я пытаюсь найти ему девушку. Аня, да как ты не понимаешь? Мне нужно, чтобы она подходила мне по интеллекту. Степа, сколько, говорите, классуха на тебя не посмотрит. Знаете, почему мне это не понравилась? Шутка. Почему? Потому что у нас классный руководитель. Я очень часто стесняюсь выступать. Хотя я выступаю не только в КВН, но еще и в школе моды. Мы там шьем, танцуем. Наверное, это повлияло на то, что я сейчас чувствую себя более уверенной на сцене. Творчество всегда требует смелости, а КВН, как общее хобби, сплачивает особенно сильно. Я нервничаю ужасно. Я сама на сцене не нервничаю, но практически никогда за них я, честно, я очень сильно переживаю. И с точки зрения, даже не столько, как они выступят, а как они себя будут чувствовать, если вдруг там что-то не так пойдет. Больше всего за это переживаю. И поскольку я на звуке часто сижу, им я гораздо больше боюсь что-то накосячить, чем в своих, например, в каких-то выступлениях. КВН – это по любви. Каждый юморист вкладывает в шутку частичку собственной души, моменты собственной жизни. Каждое выступление – шквал эмоций. А чем опытнее автор, тем больше в шутках правды. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.